Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Наверняка ни для кого не секрет, что в ходе своей деятельности сотрудники ГИБДД на дорогах проверяют, помимо прочего, и технические неисправности, а также различные виды тюнинга и изменений конструкции транспортных средств. Проверки техсостояния автомобилей проводятся как в ходе специализированных рейдов, направленных на выявление именно этой категории нарушений, так и в ходе ежедневного обычного дежурства на дорогах. Напомню, что 1 сентября прошлого 2023 года вступила в силу новая версия перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Этот перечень является приложением к правилам дорожного движения, и с 1 сентября прошлого года в него был внесен ряд изменений. В частности, из категории нарушений были исключены такие моменты, как отсутствие огнетушителя в автомобиле, аптечки, противооткатных упоров и знак аварийной остановки. Но при этом дополнительно появились другие неисправности и условия, при которых эксплуатация запрещена. Одно из основных изменений это то, что на сегодняшний день нарушением считается несезонная резина, то есть летняя резина в зимнее время, это у нас декабрь, январь, февраль, и шипованная резина в летнее время, июнь, июль, август. Кроме того, впервые в этом перечне появился штраф за неисправность антиблокировочной системы тормозов, которая должна проверяться по контрольной лампе на панели приборов автомобиля. Также ряд изменений коснулся светотехники. Так, на сегодняшний день, согласно этому актуальному перечню, запрещено применять на автомобиле любые нештатные лампы, которые не предусмотрены заводом-изготовителем, запрещено использование мигающих стоп-сигналов в режиме обычного торможения и так далее. Понятное дело, что этот перечень неисправностей довольно-таки большой, и далеко не все эти неисправности автоинспекторы ежедневно выявляют и фиксируют на дорогах. Поэтому в этом видеоролике предлагаю остановиться из сложившейся практики, расскажу и покажу, какие же неисправности чаще всего ГИБДД выявляет на дорогах в регионах России в 2024 году. К примеру, в ночь с 12 на 13 июня 2024 года в Ставрополе инспекторы технодзора и мотобатальон ДПС провели ночной рейд по контролю за техническим состоянием автотранспорта. Первоочередная цель рейда – соблюдение тишины и порядка на улицах краевого центра в ночное время, а также профилактика нарушений правил дорожного движения, влияющих на аварийность. Мероприятие проводилось с 7 вечера до 3 утра. За несколько часов нарядами выявлено 39 нарушений ПДД. Так, у 11 автомобилей на стеклах была тонировка, у двоих водителей выявлена эксплуатация транспортных средств с превышением нормативов уровня шума. Это автомобили с громким или так называемым стреляющим выхлопом, на которые жалуются горожане. У 7 автомобилей выявлены технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена. Составленные материалы в отношении водителей направлены в межрайонный регистрационный экзаменационный отдел госавтоинспекции Ставрополя. Регистрация этих транспортных средств будет аннулирована. Передвигаться на транспорте владельцы смогут только устранив неисправности, после чего автомобиль придется заново ставить на учет в подразделении МРЭО, предоставив автомобиль на осмотр на эвакуаторе. По информации ГИБДД региона, наиболее часто встречающимися нарушениями по неисправностям среди водителей являются тонировка, несанкционированная установка газобаллонного оборудования, неисправность световой системы, установка резины с разным рисунком протектора либо изношенной резины, понесение изменений в ходовую часть автомобиля, в том числе уменьшение количества витков пружин, а также установка пневмоподвески. Друзья, если вам предстоят срочные траты, к примеру, покупка комплекта сезонной резины, страховки, неожиданный ремонт автомобилей для техобслуживания, вы можете быстро получить микрозайм в компании «Займер». Деньги придут прямо на вашу банковскую карту в любое время суток в течение нескольких минут. В этом году компании «Займер» исполняется 10 лет, в связи с этим 17 июня 2024 года стартовал большой розыгрыш. Среди клиентов, оформивших заем, каждый месяц будет разыгрываться более 70 крутых призов. Среди призов – ноутбуки, смартфоны, пылесосы, микроволновки, а также другая бытовая техника и полезные гаджеты. А в последний месяц среди всех участников акции будет разыгран главный приз – это новенький автомобиль прямо из автосалона. Для участия в акции нужно всего лишь оформить новый или повторный заем в период с 17 июня 2024 года по 26 января 2025 года. Дождаться дня подведения результатов и смотреть трансляцию ВК. Возможно, именно вы войдете в число победителей. Скачать приложение «Займер» вы можете при помощи QR-кода на экране или по ссылке в описании. С более подробной информацией вы можете ознакомиться в описании под видеороликом. В Тверской области ГИБДД регулярно проводят профилактическое мероприятие под названием «Техрегламент». Автоинспекторы выявляют автомобили с прямоточными глушителями, кенгурятниками и другими изменениями в конструкции и прекращают их регистрацию в подразделениях МРЭО. Так, всего лишь за один такой рейд сотрудниками ГИБДД были выявлены 4 транспортных средства с неисправностями, при которых запрещается их эксплуатация. В Брянской области сотрудниками ГИБДД с использованием средств технического диагностирования на постоянной основе осуществляется проверка рулевого управления транспортных средств, а также соответствие протекторов шин автомобилей предъявляемым требованием. Проверкам подвергается как коммерческий транспорт, то есть грузовики и автобусы, так и обычные легковые автомобили. А в Орловской области с использованием специального прибора ESL-M сотрудники госавтоинспекции измеряют суммарный люфт механизме рулевого управления автомобилей. Кроме того, автоинспекторы проверяют соответствие конструкции транспортного средства требований нормативно-правовых актов, состояние покрышек, колес автомобилей, внешних световых приборов и прочих элементов конструкции. Я напомню, что за большинство перечисленных неисправностей на сегодняшний день водителям грозит предупреждение или штраф по части 1 статьи 12.5 КОАП РФ, но при этом есть ряд нарушений, при выявлении которых дальнейшая эксплуатация автомобиля или мотоцикла запрещается. Это неисправность рабочей тормозной системы, за исключением стояночного тормоза, неисправность рулевого механизма, а также неисправность цепного устройства при эксплуатации в составе автопоезда. Кроме того, самими правилами дорожного движения запрещается дальнейшее движение при негорящих фарах или задних габаритных огнях в ночное время или в условиях недостаточной видимости, а также при недействующем со стороны водителя стеклоочистителе в условиях дождя или снегопада. Помимо этого, при выявлении различных неисправностей автоинспекторы также могут прекратить регистрацию транспортного средства в ГИБДД, если своевременно не привести в конструкцию стандартное штатное состояние. Соответственно, в таком случае по закону эксплуатация транспортного средства будет невозможна. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Что вы думаете по этому поводу? Свои мнения мы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Также в комментариях вы можете написать, по каким видам неисправностей проводятся рейды в ваших регионах. Я думаю, всем будет интересно почитать и сравнить. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!